Иисус Христос Есть несколько фраз. Вы не думайте, что это только для тех, кто в зале. Это для людей, для аудитории звучит. Послушайте, что такое религия? Религия и Бог – это разные вещи. Это черное и белое. Религиозные люди повесили Иисуса на кресте. Они заставляли президента прогнуться. Они заставили, они манипулировали, запугивали его. И он с перепуга умыв руки, но все же арестовав Иисуса, повесил его на кресте. Конечно, за этим стоял Бог, но это делали религиозные люди. Религиозные люди Иисуса ненавидят. Итак, религия – что это? Религия – это вера в Бога без присутствия Бога. Ты веришь в Бога, но присутствия Бога в твоей жизни – ноль. Вот это религия. И это страшно. И даже духовные люди, которые горят для Бога, бывает, что переживают религию в своей жизни. Когда пустота, когда ты не чувствуешь реальность Бога. И такое приходит, знаете, понимание, ну, как бы ощущение, что как будто бы этого всего нету. Что христианство как будто бы вымерло. Послушайте, самый главный ингредиент христианства – это сам Иисус Христос. Это Его реальное присутствие. Ученики после воскресения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Вы знаете, какими они? Они же были верующими. Но они были настолько унылыми. Они были настолько разочарованными. Они были Иисусом очарованы. А потом, когда Его убили, повесили, да, они настолько были разочарованы. И они были поникшие. Петр говорит, иду опять на рыбалку. А другие говорят, а мы идем в ту сторону, в другую вообще. И у каждого, знаете, такой была пустота в сердце. И вдруг появляется Иисус. Представляете? У них такая радость была. Представляете, вы помните, да, когда два человека шли в другой город, в Эмаус. Там говорили об Иисусе. Ну, как так? Ну, как мы верили, думали, что Он захватим. Все. И теперь вот так вот. И вдруг Иисус им открывается. И они друг другу говорят, не горело ли в нас сердце? Понимаешь, когда присутствие живого Бога в твоей жизни, у тебя сердце горит. Для тебя нету, как бы, знаешь, мертвого Бога. Он для тебя живой. А Петр? Они всю ночь опять ловят рыбу. И Иисус приходит, уже воскресший Господь, приходит и кричит им. Дети, есть ли какая пища у вас? Есть, что перекусить? Они говорят, нету. Закиньте сеть там по правую сторону. Они закидывают, и опять рыба. И Петр говорит, это Господь. Это Господь. Понимаете? Такая радость, такой стресс. Такой приятный стресс. Реальность Бога. Просто поверьте. Просто осознайте, что вы имеете дело с Богом. Вы не имеете дело с мертвым Богом. Вы имеете дело с Богом, которого никто никогда не победит. И Он хороший, добрый Бог, добрый Отец. Сейчас будет слово, еще определенное слово, потом я буду проповедовать. К определенным людям. Послушайте, если это не к вам, просто молитесь за людей, которых вы знаете, что это с ними произошло. Это мне Господь сказал. Кто-то не просто разочаровался в Боге. Ты, дорогой друг, ты не просто разочаровался в Боге. Ты послушал дьявола. Ты открыл свои уши, и ты послушал дьявола. И Бог, и дьявол тебе рассказал про Бога. И сейчас ты в сделке с дьяволом, с нижним. Поэтому, поэтому ты сейчас осуждаешь верующих. Поэтому ты осуждаешь церкви. Ты осуждаешь все. Ты разочарован. Ты пустой. Ты потухший. Твои глаза больше не блестят. Они потухшие просто потому, что ты допустил дьявола сложной информацией о Боге. И он тебе сказал. Да, и я тебе расскажу про Бога. Задача дьявола разочаровать тебя в Боге и сделать тебя сомневающимся. Чтобы ты начал сомневаться в любви Божьей. Чтобы ты начал сомневаться вообще во всемогуществе Бога. Что Он тебя любит. Что Ему есть дело до тебя. Понимаете, как люди сегодня живут? Да никому нету дела до меня. Я сам. Я сам выживаю. И вот люди с таким же менталитетом приходят и к Богу говорят. Да, Бог какой-то где-то есть. Да, у Него все хорошо. У меня все плохо. Ему дела до меня нету. Послушайте, если вы приняли эту информацию, вам срочно, срочно, прямо сейчас надо покаяться. И разорвать эти отношения. Потому что вы в сделке. Я вам скажу, вы входите в сделку, и если вы с человеком-сплетником, вы даже открываете уши. Вот человек приходит и говорит, я тебе хочу рассказать о пасторе. И начинает. И ты слушаешь, ты в сделке. У вас все, у вас сделка, у вас команда уже. Такая единая команда. И ты, я хочу тебе рассказать о таких вещах, о церкви. Или я тебе хочу рассказать о том, о сём, о третьем, о десятком. Ты входишь в сделку. Поэтому ни с кем сделки не заключай. Ева, она заключила сделку с дьяволом, когда она открыла уши. И дьявол повис на ее ушах. Все. Это падение. Как бы плохо не было. Послушайте. Даже если вы верующий человек, и даже может быть присутствие Божие не каждый раз в вашей жизни. И бывает, что у вас очень хорошо всё, а потом такое прям разочарование, пустота, и вы вообще не верите, что вообще Бог есть. Как бы плохо не было, запомните одно. Бог благ всегда. И всегда Бог благ. Итак, тема проповеди будет называться «Ищите прежде всего». Матфея 6, 31. Итак, не заботьтесь, Иисус говорит, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Не говорите и не заботьтесь. Иисус, мы тебя правильно понимаем вообще? Вот не надо заботиться об одежде, то есть не надо ходить в магазин, то есть не надо кушать, ну не заботьтесь, ничего не покупайте себе в холодильник. И пить тоже не надо, ну чтобы, чтобы у тебя воды не было в кране. Чтобы ты кофе себе не сварил, ни супа не сварил, ни картошки. Об этом ли идет здесь речь? Иисус говорит здесь. Не заботьтесь и не говорите. Не говорите. Иисус здесь говорит. Это не ваша ответственность. Просто представьте, если у вас есть маленькие дети, или просто картину представьте. Маленькие дети в семье. Они между собой говорят. А что я сегодня одену? Знаете, два-три года дети. И они такие, знаете, дома, такие собрались, такие друг другу говорят. Что я сегодня одену? В чем я в садик пойду? Я даже не знаю, в чем я в садик пойду. А другой такой говорит. А я есть не знаю, что буду. Будет ли у меня что поесть сегодня? А другой опять говорит. Я пить хочу, я не знаю, буду ли я сегодня пить. Представьте, такой картины даже нигде реально нет. Ты его будешь искать, и ты реально не найдешь. Потому что это не ответственность детей думать об этом. А чья ответственность? Родителей. И поэтому Иисус здесь говорит. Расслабьтесь. Вы дети Божьи. Если вы дети Божьи, вы ведите себя соответственно достойно детям Божьим. Ваш небесный отец в курсе. Он не просто в курсе, что у вас там одежды нету, или там вы голодный, или вы там жаждущий. Он сам сотворил эту сферу физическую. И сотворил эти нужды, чтобы их покрывать. И делая это, чтобы получать удовольствие. Вы думаете, вы получаете удовольствие, когда Бог благословляет вас? Он еще больше получает удовольствия. Представьте, когда вы идете, своему ребенку покупаете, вы его кормите, он вас благодарит. Вы получаете от этого радость. И смотрите 32 стих, что говорит. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, в чем вы имеете нужду во всем этом. Здесь Иисус говорит, и язычники все это ищут. Поэтому вы не должны быть похожи на людей. Кто такие язычники? Это люди, которые просто не имеют живого Бога в своей жизни. У них нету живых отношений с Отцом Небесным. Поэтому они очень много работают, чтобы одеться, чтобы поесть, чтобы попить. Они стремятся, и у них девиз их жизни такой. Обо мне никто не позаботится, если я сам не позабочусь. Знаете, как говорится такая поговорка? Если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Это выражение детей-сирот, которые не имеют Отца Небесного. Это точно? Бог сотворил человека из трех сфер. Духовной, душевной, физической. Нет сферы у нас, которая нам была бы не нужна. Например, мы такие духовные, знаете, надо молиться, надо прославлять Бога и надо проповедовать. А одеваться надо? Нет. Просто простыней обмотайся и иди. А кушать надо? Надо, но сухой хлеб. А пить только стакан холодной воды. Вы поймите, что не идет речь об этом. И здесь Бог не говорит, что это плохо. Здесь Иисус говорит, что вы мешаете сами. Сами заботясь о себе, вы мешаете Отцу Небесному позаботиться о вас. И если мы мешаем Отцу Небесному позаботиться о нас, то есть мы стараемся, так много работаем, знаете, пропускаем там собрания, молитву. Ах ты где? Ну я зарабатываю, у меня же семья. Послушайте, мы говорим, отец, отойди, я сам все сделаю. Я и отец и сын в одном. Я и о себе позабочусь и все. Я сам восполню свои нужды. А зачем тебе тогда Бог? Не лишай Бога божественности. Не лишай Отца отцовства. Бывает, знаете, ребенка хочешь удержать, чтобы он у тебя посидел, погладить его, поцеловать. А он куда-то бежит, торопится. Торопится, у него свои дела. Вот и мы не даем Отцу Небесному иногда насладиться нами. Мы такие, все продуманные, такие, знаете, живем в таком мире, где надо выживать. Где, знаете, кто смел, тот два съел. И у нас вырабатывается сиротское отношение к жизни. Рви, хватай, бери, беги, убегай, прячься, воруй, ври. Ради блага. Надо заметить, что Бог не говорит, что еда, одежда и питье – это грех, это излишество. Наоборот, Иисус говорит, что Отец наш Небесный знает, что мы во всем этом имеем нужду. Смотрите, как здесь сказано. Потому что всего этого ищут язычники, то есть неверующие люди. Это понятно, потому что у них Отца нету. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Отец Небесный знает, что вы имеете нужду. Он знает, что это – нужда. Одеваться – это – нужда. Это не грех. Кушать – это нужда. Пить – это нужда. У меня алкоголь. Пить, да, чтобы чистая вода у вас была. Это нужда. Это необходимо. И это неплохо. Иисус здесь говорит. Дальше, в 33 стихе. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Иисус сам говорит. Вы имеете нужду в этом. Но вы это получите, если вы не будете это искать, а будете искать Отца Небесного. Если вы будете искать Царство Божие, во-первых, тогда сам Отец позаботится, чтобы у вас все это было. Только давайте не будем впадать в крайности. Что нам теперь и на работу ходить не надо, и в магазины не надо. Надо. Все нормально. Просто не надо ставить это на первое место в своей жизни. Иисус здесь говорит о приоритетах. Приоритеты неверующих людей – это шмотки. И вы думаете, они остановятся? Нет. Им больше шмоток надо. Там скидки. Я побежал туда. Я рванул туда. Послушайте, это ничего плохого нету. По скидке что-то купить. Проблема в том, что Бог не на первом месте, а на первом месте материальные вещи. И это ненормально. Это ненормально, если мои маленькие дети стрессуют по поводу того, что они будут кушать. У них нету этого стресса. Им все равно, в чем они ходят. Им все равно, что они пьют. Потому что они знают, что все, что я им даю, это хорошо для них. И мы стараемся, нормально одеваем их. По-моему, не в обносках ходят. Не в дырявом что-то. И, по-моему, хорошо кушают. Лучше, чем мы в детстве кушали, может быть. И сладкого сколько они кушают. Тонны. И, по-моему, развлекаются они в десятки раз лучше. И в лунопарках, и везде. Но они по этому поводу не стрессуют. Поймите. Это родители, ответственность родителей. Родители пусть стрессуют. Дайте Отцу Небесному пострессовать, если так можно сказать. Он, конечно, не будет стрессовать. Все потому, что у него все в изобилии. У нас проблема. Мы верим в Бога, но заботиться Ему не даем о нас. А это говорит о наличии маленькой веры. Либо маловерие, либо отсутствие веры. Потому что это надо довериться Богу. Я не пойду на молитву. Почему? Я работаю, мне надо работать. Нет, я пойду на молитву. А то, что у меня не достает, вот в этот момент, что я потерял на молитве, отец восполнит. Знаете, как отец восполняет? Ой-ой-ой. Что я буду счастливым потом. У меня все будет в порядке. Вы поверьте. Не надо впадать в крайность, что не надо работать. Работай. Но Бога ставь на первое место. На первое место поставь Бога в своей жизни. Ищи Его. Поставь себе нужду, что Бог моя нужда, а не одежда. По-моему, сегодня люди одеваются во много раз лучше, чем даже тогда, когда писалась эта книга. Что у них там было? Одна или две перемены одежды. Есть юмор. Если мужчина говорит, что ему нечего одеть, у него нет ничего чистого. А если женщина говорит, мне нечего одеть, шкаф ломится, у нее нет ничего нового просто. Нечего одеть, шкаф уже реально, ты сдвигаешь рубашки, одежду, чтобы воткнуть туда еще одну вешалку. Нечего одеть. Нечего кушать. Ага. Кто здесь голодный сидит? Скажите. Нечего кушать вам. Прям после собрания вы будете думать, что же я буду есть? Вы уже знаете, что вы будете есть. Сам Иисус говорит, что это не плохо, и это не зло, это не грех. Это не является каким-то минусом верующего. Нужды, материальные нужды. Во что одеться, что покушать, что попить. Это самое необходимое. То, что человеку надо. И Он говорит, все это Отец даст вам. Он благословит все сферы. Сам Иисус говорит, что это приложится вам, когда вы будете искать Его, это приложится вам. Когда вы ищете это, даже если вы это найдете, вы будете несчастными. Как часто бывало, что вы и одеты-то неплохо, и сыты, и напились там, не знаю, сока стопроцентного. А в душе-то это плохо и плохо. И пустота какая-то. Открываешь холодильник, закрываешь, открываешь, думаешь, там счастье сейчас найдешь. Там все одно и то же. Ты уже это пробовал все. И ты уже не знаешь, что тебе надо. Ты ходишь, маешься. Что мне надо-то? Вот если бы ты искал Царство Божьего, таких вопросов ты бы не задавал. В доме Отца Небесного все детки сыты, одеты и напоены. Ни одного голодранца там нет. Нет. Христианство, нищета, это тоже ничего общего нету с этим. Как у религии с Иисусом ничего нету общего. Религия всегда бесилась от Иисуса. А грешники тянулись к Иисусу. И он их приласкал и обнимал, их прощал и грехи. А религию он всегда ругал. Он против религии. Каждый родитель заботится о своих детях. Так как родительская власть и ответственность распространяются на своих детей. Вот представьте, если я в торговом центре вдруг увижу ребенка какого-то. Подойду, буду разговаривать с ним, возьму его за ручку, поведу его в какой-нибудь магазин. Меня арестуют, скажут, ты что? Ты кто? Ты зачем чужого ребенка берешь? Полиция! Детей воруют! А если отец подбежит этого ребенка? Ты куда схватил мою дочку маленькую? Поймите, что мы сами понимаем, что мы, если нам нету никакой ответственности за чужих детей, у них есть свои родители. Поверьте. И у меня есть мои дети. И когда я думаю, например, что мы будем есть на обед, я думаю о своих детях. Понимаете? Потому что я не могу о чужих детях заботить. Я их могу пригласить к себе. Если они, конечно, захотят. Но я не имею ответственности. Я не могу. У меня нету власти. Не распространяется. Отец Небесный. Иногда мы задаем вопросы. Верующие задают вопросы. Почему у Бога изобилие, а у меня нищета? Потому что однажды блудный сын сказал такие слова. Когда он обнищал, ушел из родительского дома. Послушайте, что он сказал. А я сын его умираю от голода. И вот этот парадокс такой происходит. Можно быть детьми Божьими и умирать в нищете. Подождите. Отец плохой или что? Нет. Ты не в доме отца. Ты ушел из дома отчего. Ты сам о себе начал забыть. Что блудный сын сказал? Младший. Я без тебя поживу. Все не надо мне больше ничего указывать и говорить. И взял наследство. Причем большое наследство. Так что он, знаете, гулял. Гулял и гулял каждый день. Когда он решил жить без отца, это был вопрос времени, когда он обнищает. Когда он начнет нуждаться. И так написано, что он начал нуждаться. Когда прожил все, все деньги, то есть, протратил, он начал нуждаться. А в доме отца он никогда не нуждался. И когда он вспомнил, что есть отец и что слуги в доме отца, слуги живут лучше, чем он сын. И он сказал, встану, пойду к отцу. И вот это правильное решение. Вернись к отцу. Отец о тебе лучше позаботится. Он лучше пошлет тебе. Он работу тебе может послать лучше. Он может человека послать. Он может тебе идею послать. Ты просто не ограничивай. А как Бог меня вот на этой работе, где нету ни карьеры, ничего, как он меня благословит? Очень просто. Не ограничивай. Он Бог. Он знает, как сделать. Он знает. Если бы Иосиф задавал, будучи в тюрьме, по такой страшной статье изнасилования. Вы хотели бы по такой статье, причем не иметь отношения к этому, вообще ноль. Вы хотели бы по такой статье попасть в тюрьму? Вот ты хотел бы? Это страшно. Это страшно. Иосиф попал в тюрьму. Просто потому, что он был богобоязненный. И его подставили. И он попал в тюрьму. Он бы мог задавать Богу вопросы. Как я выйду отсюда? И когда я выйду отсюда? Когда он перестал эти вопросы задавать, он позволил Богу быть Богом в его жизни, за один день он из грязи стал князем, вторым человеком в царстве. Только, знаете, мы можем сказать, что только в сказках такое бывает. Либо, знаете, в придуманных историях, в мифах. Но эта реальность, это записано в Библии. Его вытащили, позвали из тюрьмы. Позвали. Он стоял перед царем и говорил ему о том сне, который он видел, потому что царь и сон забыл, который видел. И значения его не знал. И его это очень сильно смущало. Иосиф сказал, есть только один Бог, никто тебе никогда этого не скажет. Есть Бог, который это знает. Понимаете? Он доверился Богу. Он все сделал. Он ему расшифровал сон, которого даже никто, он сам царь не знал, какой сон он видел. Бывает такое, что видел сон, что-то столько было всего, во сне происходило, просыпаешься и сна не помнишь. Какой сон был? Бегал, прыгал там, что-то ходил, убегал. И даже не помнишь, что. А вы спрашиваете, а как Бог меня может благословить? Как вот Бог меня может благословить? Запросто. Просто он должен увидеть, что вы его ребенок. Проблема не в том, что он не может благословить вас. Проблема вся в том, что вы ведете себя так, как будто вы не его ребенок. Вы не его ребенок, вы сами себе отец. Вот как люди себя иногда ведут. Да мы все так иногда себя и вели, и может быть ведем. Потому что мы смотрим на счета, или на обстоятельства, и говорим, и знаете, и не видим уже просвета в жизни. Просто потому, что мы не ищем царства. Мы не ищем царства. Иисус проповедовал царство, и когда надо было восполнить нужду не только свою, или двенадцати детей, которые с ним были, которые ели-то неплохо, понимаете, молодые организмы едят нормально, поверьте, и двенадцать человек по три раза в день, и он их содержал. Почему? Он доверял отцу. А тут не только двенадцать. Вот у вас один или два ребенка, вы думаете, заводит ли второго или третьего? Да стремно как-то в такие времена. Да машины вместо, места в машине не хватит. Да и как я буду, да и квартиру надо побольше. И вы так все сужаете, 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 сужаете. А я вам скажу, что Иисус оказался в таких обстоятельствах, когда пять тысяч голодных людей оказались. Давид так и сказал, Господь пастырь мой, он просто не знал, что Бог еще может стать отцом, поэтому он говорил со стороны, как понимал, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если бы он сегодня жил, он бы сказал, Бог, Отец мой, я ни в чем не буду нуждаться. Представляете, ни в чем не нуждаться, это очень хороший уровень жизни. И все это для славы Божьей. Все это для того, чтобы детки были счастливы. Многие получают благословение и делают ошибку, уходят от Бога. Да ты останься с этим благословением у Бога, с Богом. Как сделал это Лазарь, как сделал это слепой Вартимей, как сделали там женщины, которые следовали. Они получали чудо. Его даже были камнями побить. Не побили. Иисус освободил. И она последовала за Иисусом. Когда получишь благословение, не уходи от Бога, а наоборот, больше времени посвящай Богу. Прилепляйся. Покажи Отцу, что ты Его сын. Сделай эксперимент. Я бросаю вызов всем, кто сейчас смотрит. Не я. Не я бросаю. Не надо потом сказать, ты меня бросил. Бог. Писание бросает вам вызов. Сделайте эксперимент в своей жизни. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. Ищите прежде Царство Божие. Духовные вещи ставьте приоритетом в вашей жизни. На первое место. И потом пошли на работу, в садики, в школы, за едой поехали. Первый Бог. Сделайте так. Вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Будьте благословенны. Давайте сейчас будем.